Говорят, здоровье не купишь, но его можно поддержать, как в случае с Лёвой Зурнаджаном. Деньги играют решающую роль в выздоровлении ребёнка. Мальчику год и четыре месяца. С рождения проблем со здоровьем у него не было. Но когда Лёве исполнилось четыре месяца, он перестал фокусировать взгляд, держать голову и глотать. Потом оказался в реанимации с остановкой дыхания. А после выписки долгое время жил на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Сейчас мальчика продолжают обследовать, чтобы поставить точный диагноз. После сеансов массажа состояние Лёвы значительно улучшилось, рассказывает мама. Если раньше он не мог дышать без ИВЛ больше двух часов, то сейчас родные включают аппарат только на ночь. Мальчик один из подопечных фонда Евита. Участники благотворительной акции ему привезли спецпитание и лекарства. Помогают всем, всеми расходными материалами. В первую очередь, это, конечно же, наше питание, которое нам помогло набрать полтора килограмма, даже больше, за два месяца. Да, так всем. И поддержкой, и заботой, и массажем, которое тоже пошло нам на пользу. В Международный день защиты детей телеканал «Самара ГИС» совместно с фондом поздравили палеотивных малышей. Поддержали подопечных продуктовыми и медицинскими наборами представителей бизнеса. Помимо этого, 10 волонтеров Самарской области купили детям подарки и развезли их по домам. Нам никогда столько не помогали, как вы, до столько лет. Спасибо большое. «Самара ГИС» – это мой телеканал, где я передачу делаю. Спасибо большое. Очень красиво. Из-за пандемии коронавируса пожертвования фонд заметно сократились. Чтобы поддержать подопечных, организаторы создали проект «Под крылом». Это антикризисная акция, в которой может принять участие любой, кто хочет помочь палеотивным детям. Сейчас в фонде 15 детей, которым необходимо специальное лечебное питание. Шестерым уже удалось помочь. «Адресная помощь, когда мы привозим питание, лекарства, расходные средства, уходовые средства – это очень здорово. Это снимает ту самую финансовую напряженность с родителями. Они знают, что это у них есть. Но немаловажно это еще и психологическое состояние, и эмоциональное состояние». Всего в фонде почти 50 подопечных. Чтобы присоединиться к проекту «Под крылом», достаточно написать на электронную почту благотворительного фонда. Мэри Элчан, Николай Сидоров, События.